ребят привет это видео будет про то как мы случайно купили машину вчера 17 июля 2018 года мы случайно купили непроходного вайлфайра в двадцатом кузове это гибрид 2 и 44 в.д. я принял решение что мы его повезем в рф и продадим по себестоимости и эта машина будет ниже чем все беспробежные вайлфайра и альфарды автомобильный пиросвежести давайте я вам сейчас его покажу и продолжим я вам расскажу какие условия у нас будут по продаже этого авто возможно это вас заинтересует итак ребят вот такой вот у нас в алфар 2013 год продан за миллион двести тринадцать сто шестьдесят восемь тысяч пробег пробег мы не будем крутить мы могли бы продать его скота но левого аккаунта на дроме но мы не будем мы будем все честно делать еще вот такой вот есть нюанс это то что у него на двери водительские и на пороге у него вмятина и притертость мы сделаем этого вайлфайра в сервисе где я делаю свои тачки то есть там у людей крутая покрасочная но вообще прям вот делают вот так вот вытягивают сначала без шпакли может быть получится покрасить вот эти моменты и вообще получится без шпакли чистая краска будет короче берут много денег сделаем этого альфарда там если кузов будет в каком-то но там не будет гореть то мы его минимум полирнем а по-хорошему вообще если он будет какой-то затертый возможно мы его даже обольем керамикой он будет просто гореть так но вот аукционник у него скол замененная боковая дверь такой в общем 3 5 оценка комплектация в кузов d салон c кузов у нас те и кинки довольно таки строгий аукцион поэтому машина получила такие оценки вот будем смотреть будем ждать фотографии миллион 213 продан так какой у него перевод впервые на аукционе пуш старт и тисе задний монитор переключение на руле то есть мультируль двери а двери и сидение электрические память сидений электрический ключ запасной поврежден электроуправление непонятно наверное дверьми abs царапина на дисках сонары зеркала нужны замены не знаю может ну царапины ну надо смотреть по факту сидение пятна грязь мятин царапины вот перевод на него в общем нормальный перевод для 35 оценки звучит конечно страшновато для людей которые допустим вообще не были связаны то есть для меня это обычный перевод вот ничего не скрываем будем продавать вот именно вот так вот будем показывать вот этот аукционный лист будем показывать вот эти фотографии но у нас будет самый дешевый альфард и человек будет принимать решение ну короче он будет знать историю машины и купить и не купить ты либо будет смотреть на другие вэлы либо альфарды в хотя в принципе с такими же пробегами только скрученными ребят давайте посмотрим что у нас продается на дроме рестайла вы альфарды и волфайры toyota давайте альфарда сначала посмотрим так ставим 13 14 год у них рестайл с двенадцатого года идет поэтому нас не интересует 11 12 год потому что был рестайлинг у них в двенадцатом году по 14 год а потом вообще пошел вообще следующий кузов который стоит 200 так топлива а давайте даже без топлива посмотрим объем 2 и 4 2 и 4 без пробега показать от минимальной так миллион пятьсот пятьдесят это обычный бензиновый 170 лошадей вот есть альфар 36000 пробег дружище ну кого ты пытаешься обмануть 570 это как бы дешево кстати ребят сейчас я вам покажу у нас просто короче была машина на проверку мы ее давай проверять короче звони продавцу скиньте аукционик и мы нашли целый крутейший кейс про зеленый угол смотрите вот есть такая вот тачка разоблачение авто правда это было в мае но не суть какая разница вот обязательно прочтите вот эту статейку тут мы короче разоблачили альфарда тринадцатого года кстати такого же двадцатом кузове это 2 и 4 гибрид 150 лошадей вот интересная статья оставлю ссылку под видео в описании почитайте обязательно то есть тут человек хотел и ну наверное он сделал 265 тысяч заработали он наверное он это сделал так давайте вернемся к нашим так ну в общем давайте посмотрим еще за сколько эти альфарды продаются альфард так 20 кузов а тех 20 13 14 год давайте поставим с пробегом 50 до 50 он же заявляет что у него пробег 36 тысяч аукционник он не показывает хотя если человек продает такую дорогую машину тачка стоит полтора миллиона если бы не был 36 тысяч пробег да он бы хвастался везде этим пробегом ну то есть показывал аукционник вот честно статистика аукцион 4 балла то вот так сейчас мы посмотрим сколько стоит альфарды с пробегом так о чем не поставил до 50 самый дешевый альфард тринадцатого года продан за миллион девятьсот сорок шесть а посмотрим сколько он вышел бы по себестоимости самый дешевый альфард вот но такой же как нашего fire он выходит миллион семьсот сорок пять миллион семьсот сорок пять это самый дешевый проданный за месяц вот посмотрите вот за месяц ты ладно давайте поставим даже за три посмотрим следствие великолапки ну вот миллион семьсот но все вот он самый дешевый альфард проданный за три месяца проданный в мае джу хоккайдо хоккайдо это еще и на севере то есть там надо смотреть еще ну на ржавчину потому что саппора это северный остров кто не знает там ну как бы тачки глушитель где-то рыжий но то есть очень много продается машин таких не первой свежести именно в плане ржавчины 14 год миллион семьсот семьдесят девять он был продан и он получается миллион шестьсот сорок девять а здесь человек продает якобы с пробегом 36 миллион пятьсот семьс и с этих тача хотят заработать но хотя бы но тысяч двести и он продает его за миллион пятьсот семь это не настоящая цена не настоящая я вот вам показал статистику где он взял аукцион 4 спины балла ой вася хочет обмануть всех так но в общем так вот джеком при миллион шестьсот десять миллион шестьсот тридцать пять в общем миллион шестьсот мы не будем вот это вот брать вот за миллион пятьсот семьдесят потому что это фейк он пытается нас обмануть давайте посмотрим волфайр и точно такая же тачка только с другой внешностью волфайр кстати не волфайр больше нравится у него от фара разделенная на две так ага вот миллион это просто бензиновый за 170 но 170 лошадей вот еще один миллион шестьсот двадцать самый дешевый волфайр гибрид четырнадцатого года миллион шестьсот пятьдесят голубого цвета такой же беленький миллион 675 да он тоже не вот такой же как у нас он не люка ты у него нету электро пакета у него нету памяти сиденье он продает за миллион шестьсот семьдесят пять наш вл будет стоять дешевле всех то пробег 30 пробег 30 опять нету аукционе к но вы понимаете вот я надеюсь вот вы смотрите мои видео и вы учитесь вот если вы хотите купить беспробежную машину либо машину которая уже побегала по рф и вы хотите ее купить и вам хозяин показывает аукционный лист ну вот у нее оценка 45 ребят вы можете просто зайти в статистику сами выбрать фильтры сколько там эта машина стоит и посмотреть чудес не бывает если эта тачка на аукционе стоит от миллиона 700 но дешевле ее нельзя взять только битую либо купить пробег 270 скрутить его и насвистеть скрутить стоит пробег 500 рублей и он тебя 30 тысяч ну 0 бы тогда уже писал сейчас я сейчас посмотрим в файл может быть вы в л и стоят на там порядок дешевле просто я что-то не понимаю и зря гоню на людей сейчас посмотрим за три месяца статистика так с пробегом 30 тысяч ой до 50 рк 39 так миллион пятьдесят ну вот в принципе так хочу с ним миллион пятьдесят ну это прям вообще ниже рынка в принципе нормальный был fire но самая простая комплектация единственная но он бы вышел он бы вышел бы миллион пятьсот тридцать две миллион пятьсот тридцать две нормально нормально с пробегом 22000 но это простой а вот этот голубой он у нас он у нас по моему а он у нас с памятью сидений он у нас кнопка то есть это не простой эта комплектация вот vl он пишет в общем нормальная цена но где-то миллион но вот как мы и купили это нормальная цена для тринадцатого года только они выходят но примерно полтора миллиона но не миллион шестьсот пятьдесят черный вэл пробег 42 тысячи пробег 42 тысячи так миллион шестьсот шестьдесят пять вот стоит ну вот такой во фаер черный хороший красивый на колесах но это опять же x простая комплектация то есть но примерно грубо говоря вот такого вот в элфаера как у нас купить на будет стоить если с маленьким пробегом то он будет стоить это нора миллион семьсот пятьдесят мы будем продавать его на 200 тысяч дешевле из-за пробега мы проверим батарею в гибрид сервисе мы сделаем химию мы приведем кузов порядок у нас будет просто гореть и мы будем продавать его по себестоимости если хотите купить вэлла звоните нам ребят в общем не будем ничего скрывать будем продавать all fire attack от лица нашей компании сделаем химию сделаем этот нюанс на двери и пороге в крутом сервисе может быть полирнем а может быть и даже обольем его керамикой и еще годовой запас масла молли грин 9 литров масла у него влазит это аз до 24 у него где-то четыре с половиной по моему с фильтром залазит 9 литров масла и два масляных фильтра еще в подарок также дадим к этому вэлл и у нас будет самый дешевый вэлфайр ребят кому интересно данная тачка сто пудо мы не знаем пока какая цена в районе наверное миллион пятьсот пятьдесят наверное будет вот может быть ниже будет эта цена но у нас сто процентов будет самый дешевый вэлфайр или альпхард они там одинаково с тем кто не знает альфарда и вэлфайр у них одинаковый кузов двадцатый это 2 и 4 2 z 150 сил гибридная установка 4 воды не через кардана у него электромоторчик сзади который порвачивать задние колеса у нас память память сидений у него есть память руля там электроуправление в общем нормальная комплектация средняя не самая жирная вот ребят посмотрим по срокам что за сколько он зайдет за сколько он растаможен то есть мы его купили 17 числа на дворе 18 уже я записываю это видео посмотрим за сколько он зайдет это будет реальные сроки да за сколько мы поставляем тачки в принципе следите кому интересно пишите нам вопросы про эту тачку может быть внесете депозит и заберете его полную стоимость не просим то есть вносите предоплату мы его для вас держим и отдаем как он придет в рф ребят следите за каналом подписывайтесь ставьте лайки я с вами пока прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля